Здравствуйте! На библейский портал Визагет пришел вопрос, как справиться с чувством собственничества и ревности по отношению к близкому человеку. Хорошо, что вы видите, что с этим надо справляться. Большинство людей этого не видят. Действительно, любовь искаженная пытается владеть любимым человеком. Любовь святая, любовь во образ любви Божией к нам, Христовой любви, ищет не своего, как говорит апостол Павел, а ищет пользы, радости и счастья и спасения любимого человека. Поэтому любовь Божия к нам должна служить образцом, как нам любить другого человека. Вот в Откровении, в третьей главе есть удивительный образ. Христос говорит, «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Вот Господь такой удивительный образ избрал. Он не нарушает того, что мы сейчас называем личным пространством человека. Он не входит, он стучит. Он ждет, чтобы его услышали и позвали, пригласили. А дальше вечеря – это образ Божественной Евхаристии. Бог приглашает человека в церковь, где он дает человеку самые главные дары, прежде всего в Таинстве Евхаристии. Но это требует удивительного уважения к другому человеку. То есть Бог никого силой к себе в Царство свое не затягивает и уважает свободу каждого человека. Вот этот, как философы называют, божественный риск при сотворении свободной воли человека, на который пошел Господь, он остается по отношению между ним и каждым из нас. Так же должно быть и в нашем отношении с другим человеком не владеть, не получать, а служить и делать другого человека счастливым. Другое дело, что ревность, она не всегда бывает неправедной. Понятное дело, что и христианин подвержен ревности, если, допустим, супруг ему дает подозрение в измене, делает какие-то вещи несовместимые с верностью в браке. Конечно, это причиняет огромную боль человеку и разрушает семью, наносит раны, которые могут не зажить до конца жизни. Но часто бывает, что эта ревность, она такая надуманная, слепая, она как раз от собственничества. Вот однажды я был свидетелем такого удивительного случая, когда взрослый мужчина, женатый с детьми, страдал от алкогольной зависимости и зашил себе ампулу. А мама его, которая ненавидела невестку и поэтому не могла прийти к нему в гости, так разрушила все отношения с ней, она его хотела заполучить себе как раньше. И вот в начале 90-х годов она приглашает его к себе в гости, ставит на стол пиво иностранное. А тогда разные были эти банки, никто в них не разбирался, ничего не понимал в них. И говорит, пей, сынок. Он говорит, мам, ну ты же знаешь, что я вот в ремиссии, я в завязке, мне нельзя. Она говорит, это безалкогольное. Он открывает, пьет, она говорит, ну видишь, я ошиблась, это алкогольное, ничего тебе не будет. И он срывается в запой. И две недели он у нее дома лежит на полу, его рвет, он в ужасном состоянии, но он у нее дома. Она им владеет. Он не там у ненавистной вот этой вот невестки и у плачущей внучки, а вот здесь. Вот такой страшный образ того, что разрушит все, что угодно, но владеть временем, вниманием человека обязательно. Конечно, этого быть не должно. Мы должны любить другого человека по образу Христа. Невозможно любить человека, не уважая его свободу и его личность. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.